Рука астронавта-исследователя вселенной Нгана сама потянулась к бластеру. Реальный боевой бластер, в отличие от будущих фантастических инвариантов, имел полиформическую структуру и мог по обстоятельствам принимать любую удобную для его реального владельца форму. Нган предпочитал серо-зеленый окрас боевого прибора, который мог не только убивать, карать и вершить мгновенное правосудие, но также мог пробивать туннели и плавить металлы, делать космическую сварку и просто согревать в лютые галактические холода при дальних перелетах вне гиперпространства. Миг, и прицельная струя багрово-белого пламени уже косила плоды чужого дьявольского замысла. Существо, покинувшее свою восьмигранную сотовую ячейку, погибло первым. Конвульсии перешли в пароксизмы и пламя бластера превратило вражеский субъект в сизый призрак, истоявший в котором лактус-вампир внезапно превратился в крохотное тухлое облачко. Чуть дыхнуло специфической нездешней вонцой. И все. Конкретного лактус-вампира не стало. Еще меньший объем времени заняла дегазация. Но на уничтожение столь уютно обустроенного гнезда, состоящего из тысяч ячеек протовселенских захватчиков Мгану потребовалось немало времени и сил решительного воина и стратега. Он окончательно пришел в себя лишь на поверхности, куда неожиданно услужливо вынес его лифт. Промелькнула мысль, как можно скорее сообщить об инциденте региональному руководству космической базы. И получить должные ценные указания. Эти CEU постоянно генерировала система, снабженная обширнейшим искусственным интеллектом, несколько отличным от того, которым обладала давнишняя протовселенная. Разрыв между ощущениями и реакциями этих систем время от времени выдавала всяческие баги, так что надеяться на понимание приходилось не слишком. Протовселенная, похоже, спешно сдавала дела, замазывая неопределенностью всяческие делишки. Ну, подумаешь, вскрылись колонии-инкубаторы просто недопустимых лактус-вампиров. Протокол сдан, протокол принят, осталось только дописать. Сущую конкретику, баг, то бишь, прокол устранен. Но устранять все последующие подобные проколы и баги надлежало уже только Нганам, линейным исследователям Вселенной, безропотным трудягам-астронавтам-решателям. Конечно, сегодняшняя битва была только началом. Таких кладок могло быть несколько или даже на порядок больше, чем несколько. И все же на сей раз Нган поступил мудро, заселению молодой и перспективной планеты чудовищами нужно было решительно помешать. На юной планете уже возникали зародыши местной жизни, хотя пока лишь в океане, мелком и пресном, еще не пережившем особых штормов. Пора было выбираться из здешнего первичного бульона на другие планеты, чтобы и там упредить подобный прокол, возникший из-за непредвиденной перфорации двух близлежащих Вселенных. Он и такие, как он еще покажут, чужие здесь не будут в хозяевах. Предстоял серьезный разговор с участниками протокольных комиссий, допустивших все эти баги. Подобный нелицеприятный разговор мог закончиться для них полной аннигиляцией. Субтитры создавал DimaTorzok